Всем привет дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба и мы продолжаем проходить игру XCOM 2. Субтитры делал DimaTorzok Сейчас отправимся с вами за материалами, сложность экстремально сложна, в общем вот такие у нас стоят бойцы, это у нас рейнджер рядовой, надо прокачивать, потому что один рейнджер у нас ранен, а у клейн капитана у нее стресс, поэтому я поставил ментальный щит, чтобы все было нормально. Также я поставил ей костюмчик паук, это добавляет к мобильности и к уклонению. Так что хорошо, пусть остается. Значит два специалиста, жестянщик это у нас как медик и сержант Андерсон Соник, у него есть взлом и блокировка. Снайпер Хан, у него есть дополнение к оружию, это прицел, меткость. Вот я поставил модифицированный прицел, 10% к меткости. Ну и все в принципе, один гренадер, бумер, у нее экзокостюм. Поехали, набираться, могильный миф. Так, начинаем задание. Инструктаж. То есть, наверное, скорее всего подкрепление будет обязательно, правильно? Если экстремально сложно, значит очень будет много противников, может быть даже кто-нибудь новенький будет, давай посмотрим. Метис-1-5. Дисаблый адвент конвой только перед. Внимите и избежьте всех хостелых сил. Угу. Ладно. Так. Ну давай сначала посмотрим. Ну как всегда, нет никакой позиции нормально для снайпера. Абсолютно никакой. Идти, скорее всего, надо будет куда-нибудь сюда, да? Так, это у нас жестянщик. Жестянщик, давай. Тебя вот пока к дереву. Угу. 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 Так. Копейщик. Щитоносец. И тяжелый мех. Вот это плохо. Так, Ханг, как всегда, у нас никого нифига не видит. Давай, наверное, тебя вот сюда. Поближе. Хотя, лучше, наверное, будет укрытием вот здесь вот. Оно вроде не так уж и надежное, но... Обзор вроде получше будет. Так, Соник. Вот тебя надо поближе, потому что ты будешь взламывать у нас меха. Это обязательно. Первостепенная будет задача такая. Так. Это у нас новенький рейнджер. Тебя давай пока сюда. Угу. Так. Ну, вандал. Ну, ее надо просто держать. Держать, потому что... Надо, чтобы у нее повысилась воля. А для этого надо, чтобы у нее... Не было ранения. И операция была выполнена успешно. Так. Здесь больше нигде не поставишь. Интересно, они будут двигаться? Как всегда, наверное, кто-то будет с этой стороны, блин. А двинешься дальше, то появится еще кто-нибудь. Ну, давай пока сюда. Я, кстати, поставил нашему гренадеру светошумовую гранату. Мне писали в комментариях, что это очень хорошая вещь. Вот как. Иммунитет к огню. Это понятно. Все-таки робот. Как-никак. Как не крути. Так. Меня сейчас интересует снайпер. Снайпер у нас... Кого-то видит. Поэтому давай, наверное, снайпера сразу. Наблюдение. Жестянщик. Ближе смысла подходить пока нет. Поэтому давай тоже в наблюдение. Так. Я понял, что у тебя есть взлом. Ну, либо сюда, либо туда. Наверное, все-таки лучше сюда. Пока поближе и пока постой здесь. Угу. Так. Это у нас рейнджер. А я сделаю вот что. Я сейчас рейнджера, наверное, куда-нибудь поближе поставлю. Да? Как вариант. Так. Ну, ты у нас стой. Тебя мы никуда двигать не будем даже. Так. Ты подожди. Вот кто мне нужен. Будь дезориентация. Как бы сразу троих дезориентировать будет просто шикарно. Ой, какой хороший обстрел-то. Ты посмотри. А может лучше вот так вот. Сразу троих. Урон 4-7. Получше будет, чем вот этим. 5-6. Да, наверное, лучше вот так вот сделаю. Нанесу им урон. Хотя, по-моему, ракетой нельзя броню уничтожить. Вот плазм на гранат, а броню снять можно. Но он ее не докинет, да? Да. Не докидывает. Ракет обстрел лучше. Я выстрелю, получается. Да, они двигнутся. Кто-то будет стрелять, кто-то нет. Но у меня будет здесь движение. Я попробую либо взломать меха. Да, либо просто его заблокировать. Поэтому пока... Подожди, кто мне еще остался в итоге? Сонник. Рейнджер. Рейнджер, рейнджер. Давай, рейнджера, сюда. Тоже в наблюдении. Тебя пока не трогаем. А вот тебя, да, давай стрелять. Чтоб сразу можно было зацепить троих. Ой, хорошо. Нет, броню рушит. Отлично. Броню разрушил. Молодец. Угу. Ну, покажи снайпер свой класс. Есть. Промах. Плохо. Рейнджер плохо. Крит. Отлично. Ага. Остался только мех. Вот как раз мы сейчас будем его либо взламывать под свое управление, да, либо блокировать. Что выйдет, то выйдет. Посмотрим. Какие шансы? 33% это очень мало. Очень мало. Давай лучше просто отключи. Угу. Вот теперь, в принципе, можно его спокойно бомбить. И уже будет минус 3. Блин, походу там где-то вайперы лазят. Так, давай мочим мехом. 63%. До сих пор что стоит? Ну-ка, снайпер, прояви себя. Отлично. Мех готов. Хорош. Так. У меня остается слишком мало людей. Раз, два. Так, тебя, кстати, надо поближе сюда идти. Два, три человека, которые, по-моему, не стреляли еще, да? Не ходили. Это очень мало. Давай сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично, запалились. Так. Щитоносец. И кодекс. Граната не долетит. Кто-нибудь другой может? У тебя, в принципе, неплохие шансы, да? В принципе, неплохо, да? Подожди только. Так, кто еще? Давай, тебя сюда. Не, кодекс, наверное, пока не трожь. Потому что если кодекс будет клонироваться, то это будет фигово. Вот щитоносец, было бы здорово, если ты его грохнула. 50 на 50, конечно. Ай, молодец, красавица. Кидай гранату. Тут уже без вариантов, блин. Подожди, ты ж... Ты ж меня цеплял сразу двоих. Нафига не цепляет двоих. Ну, чуть-чуть. Либо того, либо того, да? Во! Давай. Нашел золотую серединку, блин. Так, клон. Ой, как далеко-то склонировался, блин. Клон. Давай лучше кодекса. Уклонение два. Молодец. Офигеть. В итоге все трое живо, блин. В итоге все трое живо, блин. Рома, хорошо. Остался последний, наверное, да, кодекс? Да. Ты сейчас будешь стрелять. Крик. Отлично. Давай лечись. Офигеть, да что ж такое ты мазил это, е-мое. Жестянщина, блин. Камон, блин. Вот тебе и камон. 52 процента. А если пистолет, не, лучше снайперку. У него жизни побольше-то будет. Так, один кодекс готов. Это хорошо. Так, дальше. Кто-нибудь вообще прибьет этот счетоносчик, в конце концов. Молодец. Тринадцать процентов. Можно, в принципе, ближе подойти, да? Так, граната. Во, давай лучше гранатой. Хорош. Так, это уже получается шестеро, да? Так, тебя сюда. Ага. И перезарядка. Так, бумер сюда. Да все будет окей. Тоже перезарядочка. Блин. Жестянщик-то попал под обстрел. Да уж. Оу-е. Так, это уже пятеро было. Не, мне нужен разведчик. Разведчик мой. Так. Давай тебя пока вот сюда, наверное. Или даже вот лучше вот сюда. Надо же увидеть, где вообще стоят еще одни. Так, тебе перезарядку. А, у тебя свободная, блин. Не. Свободу лучше оставить. Давай пока сюда. Да. Готово, двигайся. Так. Свободная есть. Тогда в наблюдение. Блин, ну сейчас кто-нибудь обязательно здесь появится, правильно? Обязательно. Вот так вот. Нашел кого-то, да? Как их много-то. Снайпер промажет. Так, получается два мутона, да? Давай сюда. Угу. Давай сюда. И в наблюдение. Тебя давай сюда. Тоже в наблюдение. Нет промажет. Не все мазилы. Да офигеть, как криво ты стреляешь. Пылающие перья. Шикарно. Не надо водить людей. Ну, что будешь делать? Наблюдение. Наблюдение. Отлично. Тоже в наблюдение? Подавление. Не, ну я по-любому, скорее всего, смогу бросить в него гранату. Так, подожди. Вот, свободная перезарядка. Давай, сноси ему бушку. Лучше было бы, если бы крик был бы. Ну, урон 6 тоже хорошо. Чем совсем ничего. Боевое безумие. Так. Убирать троих надо будет. Ой, а ты у нас... Ты у нас пока еще спрятанная, да? Если ты выстрелишь, то ты его не грохнешь и при этом себя обнаружишь. Нет, это фигово. Давай пока сюда. И... Наблюдение пока. Угу. Отлично. Хорош, у обоих дезориентация. Так. Тебя сюда. 56 процентов, блин. Да офигеть, как и в мастера попадания, блин, а? Давай лучше сюда, наверное. Сюда, наверное. 43. Все меньше и меньше. Урон 6. Ну, хоть попало. Уже хорошо. Так, а жестянщик? Вот куда жестянщика поставить? Наверное, сюда лучше его убрать. Так, наверное, скорее всего, ты промажешь. Да, скорее всего. Я прям в этом уверен. 56 процентов. Ты у нас мазил вообще великий. Нет. Убил. Да ты чё. Круто. Молодец. Я даже тебя такого не ожидал. Так, у этих дезориентаций-то хорошо. Промах, отлично. Ну, давай, давай, давай. Чё будешь делать? Промах, хорошо. Сейчас вам ещё гранаты запулить бы, вообще будет здорово. Подожди, 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 подожди. Снайпер. 33 процента. Показывай свой класс. Нормально. Промах. Хороший класс. Так, нет, мне нужен... Бумер. Так, теперь они оба открытых. Ну и скажи на милость, кто из вас будет попадать. Так, тут некуда ставить-то. Из вариантов только стрелять. 55 процентов. Ну, давай. Крик. Есть. Отлично. Ага. Тебя без вариантов. Да, тебя и ставить-то некуда, понимаешь? Давай сюда. Рак-н-ролл. Рак-н-ролл, да, отлично. Хороший рак-н-ролл. Сюда, что ли, убрать? Свободная. Свободная. Давай. Ставить только некуда. Давай сюда вот. Угу. Теперь будет стрелять лучше. Но у него один ход для того, чтобы смыться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так нечестно? Хе-хе. Так нечестно? Дезориентация броня. Давай-давай, только не паникуй. О, с него может кто-то собрать. Так, тебя в наблюдение. Давай пока тоже в наблюдение. Давай сюда. Никого нет. Давай сюда. Так, собирать-то ты будешь или как? Нет, нифига не хочешь собирать. А, жестянчик уже не ходит, что ли? Почему жестянчик не ходит? А, потому что он стрелял. Все правильно. Не, оставайся тогда здесь в наблюдении. Собирать-то ты будешь, в конце концов. Че за ерунда? Вот я сейчас сделаю шаг, тогда он соберет. Тупизм. Надо было сделать целый шаг, чтобы собрать предмет. Вообще офигеть. Пока сюда давай. Так, снайперов наблюдения. Так, еще не все. Надо искать, это получается. Вот, еще трое. Еще троица. Так, надо лечить. Отлично. Так. Так, ты у нас не добежишь. Поэтому давай тоже в наблюдении. Ну, вы будь сюда ползти. Они ползут дальше. Ну, по идее, не запалятся. Да? Да. Я могу только сюда захватиться, но меня здесь запалят. Ну, давай сюда. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Здесь палево. Давай сюда. Я верю тебе здесь. Ой, снайпер-то, видит, да, кого-то? 13% мутона. Ну, давай, пробуй. Промашь, конечно, как всегда. Ну, да. Промах. Смысл тогда вот этих вот дальних перестрелок, если они нифига никого не попадают. Да, там 10%, 13%. Для чего? Угу. Заныкались. Давай сюда. Крит. Отлично. Один вайпер готов. Хэппи нау, да, хэппи нау. Давай, опробуй сюда. Почему переключился сразу? Я что-то не понял. Подожди, подожди, подожди. Два хода, что ли, было здесь? Да ладно, блин, я думал, тут один ход. Так, ну ты явно не допульнешь, да? Хотя нет, смотри, допуливать сразу двоих, чтобы была дезориентация. Хорош, давай. О, отлично. Ромаш, скотина. Молодец. Хе-хе. Как его ласково, а? Так, вайпер теперь. Наблюдение. 29%. Вот если ты попадешь по вайперу, ты будешь просто молодцом. Ты у него снимешь наблюдение. Рань хотя бы, мне не обязательно, чтобы ты бы... Промах. Промах. Вонючка ты. Да как так ты видишь-то, блин, вайпер? Промах, хорошо. Промах это хорошо. Отлично. Отлично. Так, тебя сюда. Что там? 72%. 72%. Должен убить. Молодец. Так, остается мутон. Остается только мутон. Как вариант, сюда, да? Открывается. Крит. Молодец. Е. Е. Хорош. Отлично. Двое раненых, 12 пришельцев. Хорош. Продолжаем. Так, одно повышение. Тебе даем, наверное, Фантома. Потому что у нас требуется разведчик. А разведчиков у нас мало. Так, МОЗ Кодекса, куча трупов. И Дрой Лерия 2. Вскрытие Архонта. Ну, будет здорово, конечно. У меня только нету таких ученых. Я даже не знаю, где их брать. В принципе, в лаборатории одна. Я больше построить лабораторию не могу. И ученых стоит пока никуда. Так, психотехнология. Еще три дня. Кстати, а ты же у нас ничего не строишь, правильно? Блин, давай-ка лучше тебя сюда. Хотя, подожди. Может быть, какие-нибудь еще разработать патроны? Это тяжелое оружие экспериментальное. 4-4. Ну, у меня, в принципе, есть по одному костюму. Я пока не вижу смысла еще делать. Проникновение в череп. Вот что оно дает? В чем отличие между вот этим и вот этим? Так, 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 так. Угу. Улучшить способность к слому получается, да? Да. У любого солдата, который им оснащен. Ясно. Ну, давай лучше боеприпасы. Так, пять дней. Ну, давай, наверное, все-таки мы тебя уберем отсюда. А поставим тебя на расчистку. Так, зона, зона, зона испытаний. Вот. Так, и мне сейчас еще пока непонятно. Вроде как бы... У нашего бойца-то... До сих пор стресс. А почему стресс? Операция-то выполнена на удачно. Почему не получилось ничего? Потому что она никого не убила, что ли, блин? Как бы не участвовала в бою, а просто... Блин. Я думал, просто если поучаствовать, да и все, и уже будет повышен. Но оказывается, что нет. Воля просто так не повышается. Ладно. Давай на мостик сюда посмотрим. Что мы еще можем сделать? Так, не сейчас. Это сплавы, да? Только здесь возможность. Да, черный рынок пока мне не нужен. Здесь что? Контакт. Кстати, я, наверное, смогу установить контакт. Ага, 120. Немножко не хватает. Так, ну а если попробовать на черный рынок загулять? У меня, кстати, хоть есть какие-то разведданные? В принципе-то есть. Но... Нету материалов. Поэтому пока нет. Хорошо, тогда подождем. Тогда давай обломки собирать. Подожди, а мне требуется разведданные или... Или материалы? Нет, мне требуется как раз разведданные, а не материалы. Вон, ну что. Материалы я могу сюда использовать. Допустим, увеличить добычу наших материалов у сопротивления. Ну давай, вот здесь поставим. Сто двадцать разведданных. Где же их взять-то? Так, пси-технология. Внимательно изучив, как пришельцы получают и используют пси-энергию, я пришел к выводу, что у нас хороший шанс найти немало достойных кандидатов в пси-агенты. Однако, учитывая продвинутые пси-способности различных видов пришельцев, которые мы наблюдали на поле боя, это может быть недостаточно. В ходе подготовки нового класса я использовал чип, извлеченный из шефа, для изучения технологии, необходимой для направления отражения пси-энергии. В результате для подготовки бойцов я разработал пси-усилитель с возможностью направлять пси-энергию. Хотя вероятность возникновения негативных побочных эффектов высока, возможно наши парни смогут выйти за пределы того, что мы считаем безопасным. Доступен новый предмет, улучшенный пси-усилитель и доступен новый отсек пси-лаборатория. О, о как! Пси-лаборатория позволяет превращать новобранцев в пси-агентов, заменяя стандартное обучение и изнурительная ментальная подготовка, которая должна открыть их скрытые пси-нические таланты. Улучшенный пси-усилитель. Улучшенный вариант пси-усилителя способен более четко проецировать пси-энергию своего владельца, повышая мощность пси-способности. Пси-атаки и урон некоторых способностей повышаются при использовании этого улучшенного усилителя. Так, вскрытие Архонта 5 дней, 11 дней, кэш-данных, 5 дней. Давай, наверное, вот этого Архонта вскроем. Так, 5 дней. Окей, ладно. Штраф, это я понял. Так, раскрыть. Вот это мне надо будет тогда уничтожать, чтобы они не добавили одну ячейку. Здесь броня, а здесь... Атака, да, на наше поселение. Так, пока проигнорируем. Давай здесь закончим. Окей. Это я понимаю. Три дня собрать, давай соберем. Авенджер плотит новую курс. Надеюсь, успеется. Ага. Зал теней готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, новая задача. Изучить захваченную склянку секретного объекта. Новая задача. Изучить мозг кодекса. Угу. Так. Три дня. И здесь три дня. Ну, давай со склянки начнём пока. Ага. Все проекты будут заморожены. Ладно. Хорошо. Так. Значит, у нас пока свободный один инженер. Давай, наверное, пустим тебя на расчистке, да? А сколько будет до патронов? Пять дней. Ну, мне кажется, если я тебя поставлю, то я тебя никак не улучшу здесь. Скорость, по-моему, не изменится. Скорость, по-моему, не изменится. Не терпим. Два дня, два дня. Здесь ещё как раз два дня ресурс и там два дня. Хоть бы ничего плохого не произошло за эти два дня. Да, не произошло. Уже произошло. Ну, как? Ты смотри, какая вещь. То есть, зал теней нам даёт подсказку, сколько будет противников и кто из них, да? Тяжёлый мэг, элитный солдат, щитоносец Адвента, Архонт и Мутон. И всего девять. Получим учёного и 106 разведданных. Ладно, хорошо. Но займёмся этим уже в следующей серии. На сегодня всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.